Друзья, добро пожаловать на геймстезе. За видня Джекмана мы продолжаем проходить Legend of Zelda Breath of the Wild и нам сейчас нужно выяснить рецепт блюда острых хрустмикс. Для этого мы берем факел и разогреваем казан. Теперь приступаем к эксперименту. Мы знаем два ингредиента. Это у нас острый перец и сырое филе. А вот третий ингредиент нам надо будет подобрать. Надеюсь, что этот ингредиент у меня есть в инвентаре. Давай начнем с грибов. Острые пряные стейки. Но это не то, что нам надо. Мясо готовится с толчеными перцами. Перцы приглушают резкий мясной запах и делают блюда намного аппетитнее. Повышают устойчивость к холоду. Хорошо. Ладно. Следующий ингредиент это у нас получается рыба. Рыба с мясом. Я конечно понимаю, что есть такие блюда, где используется одновременно и рыба и мясо. Я лично такого никогда не ел. Поэтому даже не знаю, каково это на вкус. Но вроде должно быть питательно. Острый хруст-микс. Вот пожалуйста, нифига себе. Большая порция свежего мяса и рыбы, приготовленных вместе, повышает устойчивость к холоду. Так, дедан. Давай, гони мне дублет. А если хочешь приготовить, понятно. Парень. Да ты ведь сварил острый хруст-микс. То самое мое блюдо. Но как? Скажи мне состав. Точно. Нужен хайрульский окунь. Молодец. Повар из тебя что надо. Дарю теплый дублет. Заслужил. Теплый дублет. Теплая одежда, которую обычно носят в горах. Плотная ткань хорошо держит тепло, а толстые перчатки защищают руки от мороза. В теплом дублете тебе местные морозы не страшны. А меня согреет мой острый хруст-микс из рыбы и мяса. Теперь у нас есть теплый дублет. Так, а можно как-то линка покрутить, повертеть? А, вот вас смотрит героя. Заодно и перчатки получили. Ну прекрасно че. Так, пошли к последнему светилищу. Теперь нам морозы не страшны. Можем спокойно завершать это задание. Так, а тут наверху нет никакого сундука. Тот по-любому семечка. Так, слушай, а че я туплю? У меня же есть телепорт, ё-моё. Так, слушай, а че я туплю? У меня же есть телепорт, ё-моё. Ну вот, щас сюда телепортнёмся, переплывём реку и всё. Так, не знаю, хорошо. Так, слушай. Как я туплю? У-ра-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля-пля. Как я туплю и всё-мненько? так теперь ну здесь должно хватить мне сил забраться тем более что здесь можно передохнуть да линк ты же удержишься да а вот и светилище видно тут ничего нет пока блинчики но у них взять нечего чего их трогать пусть веселятся отдыхают мне конечно можно мясо украсть но не хочу их оставлять голодными пусть кушают пусть радуются кушают греются я так понимаю что лучше в эту воду не лезть потому что она очень холодная давай проверим да лучше в эту воду не лезть то теплый дублет нам здесь не поможет но там я вижу мост а там че есть ладно подождет опа здравствуйте ух ты нихрена так детальки собираем обязательно погоди у линка че нос и щеки покраснели от мороза нифига себе а уши уши вроде нет а должны ух ты смотри бакоблинчики построили домик на деревьях давай как ним наведаемся что там высматриваешь опа синий бакоблин давай спускайся я его правда не факелом собираюсь встретить например от клеем о перчики хорошо сделаем много острых хруст миксов давай слезай так а как мне к нему забраться если он ко мне не слезает то как я к нему заберусь вряд ли я пролезу через эту щелку ну да щас спуститься а блин нельзя сломать ну это не честно так почему я щит-то не мечен о слушай а можно сразу две веревки срубить например если вот так вот встать просто интересно да прикольно о да тут два сундука здоровый синий бакоблин а он чё с мечом что ли нифига себе так чё это колючий бакощит бакоблинский щит из неплохого дерева он вполне выдержит несколько ударов средней силы дополнительно укреплен костями животных места что ли нет ща будет так вот это чё ну давай подберем это все а это у нас чё боевой меч такими мечами пользовались пользовалась стража замка хайрул хорошее оружие против монстров прочный клинок и удобная рукоятка слушай а этот меч то мощный прям мощный мощный надо что нибудь выбросить а вот дубинку и выбросим 14 сил атаки отлично и сейчас выбросим вот например этот щит чтоб его выбросить нам надо так и выбросить хорошо и что у нас в сундуке янтарь янтарь ладно бакожерть тяжелая жерть неумело выструганная из толстой ветки иногда бакоблины жарят на ней рыбу и мясо а я могу на таких жердях тоже жарить рыбы рыбу и мясо просто не везде найдешь коза а вот огонь много где горит и нам бы не помешало уметь так делать надевать мясо и рыбу на палку и жарить на костре стрела пять штук и все да тут нет никаких ау может тут есть косточка в смысле семечка так ну-ка подожди да что ты линк делаешь такое а ладно так пойдем короче к светилищу или погоди раз уж мы здесь давай немножко осмотримся потому что вряд ли я сюда еще вернусь о посмотри а там лагерь бакоблинов ну-ка 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 а а вот и семечка выносливости должно хватить даже вот так вот должно а а если еще разок прыгануть ой совсем чуть-чуть осталось ё-моё давай ири а тут сундук пять стрел ну ладно стрелы тоже очень хорошо тем более что они с одного выстрела убивают убивают бакоблинов так что стрелы это очень даже выгодно выгодно что ты там высматриваешь мимо ай 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 тебе показалось давай линк давай линк давай забирайся линк есть ну их придется убить чтобы вот этот вот сундук открылся так то можно было бы и не убивать как я по падельски конечно поступаю то что нападаю сзади но зато они умрут незаметно а а что здесь делать железные ящики возможно это сейчас подожди янтарь так топор эй куда не надо яблоко яблоки нам нужны так слушай у меня есть подозрение что здесь у нас головоломочек 無ы в р в в в в Попробуем так. Нет. Хорошо. Аааа, яблоки. Надо испечь яблоки. Но если я просто их брошу в казан, то они у меня сварятся. И превратятся просто в блюда. Три яблока. Угу. Угу. Так, где эти руки? Раз. Два. Три. Сразу внутри сердца, да. Вот. Давай еще сделаем. Раз. Два. Три. Хорошо. Еще. Так, теперь по два. Так. Ну еще парочку сделаем и все. Все, можно уходить отсюда. И давай восстановим одно сердечко. Не, рыбу я не буду есть. А давай знаешь чем? Подождем еще до утра. Вот что. Так, и осматриваемся. Мало ли вдруг где увидим что-нибудь подозрительное и найдем семечку. Так. Так. А вот эта плита наша железная. Да. Надо ее так поставить, чтобы я мог на нее запрыгнуть и потом перепрыгнуть в сторону. Это значит мы сейчас вот так вот идем ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, камон, камон. ГринусELL honored to bully неправ weren't there, Nvidia. Или да. Ээээ, давай сохранимся. Так, и что конечные. Есть подозрение, что у меня нихрена не получится, с первого раза. А, вон же, блин, еще одна плита, ё-моё. Твою мать. Все гораздо проще. Так. Чё это? Бревно. А зачем? Почему здесь бревно? Это выглядит подозрительно. Ничего нет. А, вот, вот, семечка спряталась. Блин, чё я туплю, ё-моё. Чё я туплю? А-а-а! О-о-о! Ты чего делаешь, Лин? Да тут, ну, нафиг, а! Как я так? Тихо. Жалко, что я не могу поворачивать. Сойдет? Нет, не сойдет. Это надо... Лин. А, так вот, ё-моё. А как туплю туда стать теперь из воды? У нас же мне еще понадобится. Не-не-не, это не вариант. Надо как-то вот... Так, вот так вот положено сначала. Вот. Вот так вот. Сюда. Сюда. Ну что ты, утони еще, ага. Блин, бревно. Бревно нет, бревно нет! Твою мать. А как без бревна-то теперь? Так, ладно. Мы туда стали. Во-во-во, держись, держись, держись. Есть. Столько мучений, блин. Надеюсь, эти семечки нам очень и очень помогут в дальнейшем. Надеюсь, не зря я их собираю. Так, а где у нас святилище-то было? Туда пойдем. Или туда пойдем. А давай прогуляемся по берегу. Прям прогуляемся. Святилище подождет. Просто хочется поисследовать здесь. Топор убираем. Ой, здравствуйте. Ну-ка, что из-за этого упадает? О! О! Твою мать! Они замораживают! Да твою... Надо, значит, бить и сразу... Так, и что это? Белое желе чучу. Комок белого желе из ледяного чучу. Прохладный и такой упругий, что его приятно мять в руках. Взрывается от удара, выпуская морозный воздух. О! То есть это... Замораживающая бомба такая получается, да? Хорошо. Заморозим кого-нибудь. Так, ладно. Да блин! Твою мать! Нет! Нет! Черт! Балим! Да, блин, нет, я не могу. Надо, короче, использовать лук против них. А у меня как раз есть из двух яблок. Вот. Птичечка, птичечка, стой! А, блин, не ту кнопку нажал. Хотел лук достать. И нафиг. Да, еще и мимо. Ай-яй-яй-яй. Во! Отлично. Чего, боевой лук почти сломан? А лук-то зачем ломается, я не понял. Я ж этим луком никого не бью. Типа натяжек, что ли? Бред какой-то. А, смотри, там пещера. Не зря шел сюда. Что, в пещере есть? А, это не пещера. О! Сундуки. Не зря шел сюда. Огненная стрела, пять штук. Пять стрел, хорошо. Боевой меч. А, у меня места нет. Че выбросить? А, давай вот ржавой меч выбросим. Отлично. Колючий бакалук. Бакалук усиленный костями животных. Несмотря на некозистый вид, наносит неплохой урон и служит дольше, чем обычный бакалук. Серьезно, нет места? Так. А, я не могу так выбросить, вот точно. Лук надо выбрасывать через инвентарь. Не, ну этот я не выброшу. Я его прям использую до конца. Вот этот выброс. Все? Все. Показалось. Так. Надо еще на той стороне посмотреть. Так, а это че такое? Плод. Надо вон там все осмотреть. Надо не забыть. А знаешь, чтобы не забыть, делаем вот так вот. Интересно, а здесь можно будет там платы? Строить самому. Шалашики всякие. Ну раз рубить деревья умеем, значит и строить должны уметь. Ну опять, с другой стороны, зачем этой игре такие возможности, да? Это ж не выживалка все-таки. Хотя частично и выживалка, наверное. Так, кого-то слышу. Кого-то слышу. А вот там на вершине горы что-нибудь есть интересное? Пойдем сходим, посмотрим. Я понимаю, что мне надо в святилище, но... В святилище может подождать. Все-таки хочется здесь все поисследовать. Девушки отдыхают. Бокабринчики. А там что? Так, сюда надо забраться посмотреть. И вот сюда вот. Какой-то прям камень, так он торчит интересно. Но сначала спадим туда. К Бокабринчику. Я здесь не соскользну. Вроде не должен. Маленькую цепь, если что, да? Вот. Выносливость бы, конечно, прокачать. Вообще было бы замечательно. Даже не ради того, чтобы высоко уметь забираться, а ради того, чтобы можно было подольше бегать. Опа. Понятно, тут внизу Бокабринчики. Ну, жалко их убивать. Ну, чё, блин. Там вон сундук есть. Этот сундук можно открыть и без убийства Бокаблинов. Вот в лагерях, где сундуки находятся на платформе такой, там надо убить Бокаблинов, чтобы этот сундук открылся. А вот в таких местах Бокаблинов не обязательно убивать, чтобы открылся сундук. Следовательно, зачем убивать бедненьких Бокаблинчиков, если нам за них даже опыта никакого не дают. То есть из них просто выпадают рога и тому подобное, но я даже не знаю, куда это можно применить. Я просто вот так вот делаю и всё. Пять стрел. Так, отстаньте. Ой, я устал. Сейчас втащат. Блин, сейчас этих Бокаблинов на это очень много. Ну-ка, уйдите нафиг. Оставьте меня. Блин, опять устал, сейчас втащат. Давай быстрей, приходи в себя. Так, понял. О, этот ещё дубину себе поджёг, охренел. Отстрел. Так, нам нужен топор. Ах, ты ещё и попал в меня? Ладно. Меня немножко только ранило. Ой, яблоки. Тихо. Подожди ещё меня. Всё, давайте, до свидания. Не, ну серьёзно, а зачем их убивать вообще? Ну как, ну чё? Тоже интересно. Ха-ха-ха, боишься спрыгнуть? Да. Хотя ведь снег, приземление мягкое будет. Но всё равно Бакмандичик боится. Это я куда пришёл? А-а-а, тут к плату-то не это самое. Не подойти, потому что тут мост разрушен и... Может, плиты есть металлические здесь? Храм времени. Ничего себе. Туда мы забрели. Так, а в этих развалинах что-нибудь есть? Дрова. Казан. Ещё дрова. Хорошо. О, как карак... Так, курокский лист. Курокский. Жареный филе. Но этот лист нам не нужен, он у нас есть. Зачем нам второй? Надеюсь, от взмахов этот лист не ломается? Просто от взмахов. Надеюсь, у этих листочков неограниченное количество взмахов. Опа, смотри, что я вижу. Ну, как на гет. Слушай, я просто хочу проверить. Просто хочу проверить. Просто одну вещь хочу проверить. Да, больно. Бедный линк. Хочу в плоту. Конечно, можно сбегать там вот за этими металлическими плитами. Притащить их сюда. Нафиг, нет. Слишком муторно. О, топор. Так, знаешь, что мы сделаем? Вот этот вот топор мы сейчас вот так вот выбросим. А этот возьмем. Этот будет поновее. Здравствуйте. Так, хорошо, отсюда уходим. Все-таки спрыгнул, да. Все-таки ты спрыгнул, дурачок. Вот и оставайся как придурок. Не, ну серьезно, зачем убивать бокоблинов? Ради их рожек-ножек, что ли? Но если мне прямо так нужны будут эти рожки, тогда я их прикончу. А сейчас зачем их убивать? У меня есть. Опыта, как я уже говорил, они не дают никакого. Поэтому бокоблинов я не всегда буду убивать. То есть иногда буду убивать таких вот бокоблинов, а иногда нет. Ну то есть так, на свое усмотрение. Но чаще всего я их буду оставлять в живых. Так, сундучок. Опа. Синий бокоблинчик спит. А тут его лежат. Его щит и дубина. А, я не могу забрать. А что, пойди его не убивать, пусть спит. Я тихонечко сейчас вот так вот обойду. Тихонечко вот так вот подойду к сундуку. Надеюсь, когда я буду открывать сундук, он не проснется. Во сне убивать его тоже смысла нет. Почему? А, смотри. Он не услышал. Сейчас можно на самом деле втопить, он меня все равно не догонит. Но я не хочу тревожить его сон. Все, отлично. Так. Вот сюда наверх надо забраться, посмотрите. Так, тут, 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 тут. Ничего. Тут тоже ничего. А вот там что-то есть. Какая-то прям специфическая такая гора. Так. Опачки. Летучие мыши. Так, интересно, здесь холодно и буквально в паре километров уже жарко. Такая резкая смена климата и ландшафта. Но это же сентезийный мир. Поэтому здесь такие вещи просительные. Это даже прикольно смотрится на самом деле. Так, отсюда до светилища рукой подать. Чего? Че это такое? Это семечко. Я тебе говорю, это семечко. Надо просто в центр встать. И мы получим семечко. Так. Ну? Появляйся. Появляйся, хочу семечко. Сюда надо камень притораканить. Потому что одного камушка здесь не хватает. И тогда появится семечко. А вот и камень, да? Да. Это было слишком очевидно. Блин. Опять вклекся, короче. И не забрался на самую душу на этой горы. Давай, Линк. Давай. Давай. Ну-ка, не срывайся. Отдохни, отдохни. Давай, отдохни. Вот все. Хорошо. Пошли. Тихо. Ну, конечно. Где-то как тут. Тут как тут, верни. Ночью в горах холодно. Здесь красиво. Да, аж дух захватывает. Все плато как на ладони. Поищи светилище с помощью визора. Поставь на них метки, а потом по ним и ориентируйся. Да это я знаю, дед. Что за камень? Что за дрын тут? Можно столкнуть? А, смотреть можно. Юнтарь. И все? Окей. Так, ладно, пойдем к светилищу. Тихо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Твою мать. Ладно. У меня есть... Фруктовый микс. А-а-а-а-а. На пути к светилищу. Бокаблинчики. Ясно. Но я хочу еще спуститься вниз. Посмотреть вот там, что... Подсветилищу. Я же там не был. А тут что? Блин. Прямо в каждый уголок хочется заглянуть. О! Смотри, сундук. Взрывная стрела. А, вон там что такое? Глыба льда. Да? Оно, наверное, разговаривает? Блин. Я не знаю, доберемся мы... До светилища в этой серии или нет. Сколько уже? 40 минут. Я никак не могу добраться до светилища. Ну да. Лед. Что с ним делать? Нет. Так, если молотом. А-а-а. Может быть, знаешь что? Да нет, подожди. А, не работает. Вон там, смотри, тоже светилище. Понятно. Так, а что делать-то с этим льдом? Так, у меня же есть огненные стрелы. Если огнем попробовать... Так. А-а. А-а, смотри-ка. Блин. Ха-а, лук сломался. Отлично. Да что я? Семечко. А-а. 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 Все, идем к светилищу Опа Опа А вы че это, бокоблинчики? Как вы меня заметили? Нет Спокойно сидят, кушают Значит и не они спикнули Что, блин? А, не 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 Пусто Так не честно Это жареное филе Хорошо два яблока восстанавливает гораздо больше жизни ну не гораздо больше жизни а побольше жизни чем целое жареное филе представляешь он пачки чё там договор на сундук деревянный его магнитом не достать доплыть до него тоже невозможно потому что вода холодная скорее всего мы найдем святилище точнее заполучим руну которая нам позволит достать этот сундучок сейчас заглянем за святилище посмотрим может быть тут тоже интересненько есть ладно эти кассаны мы пропускаем тоже пропускаем они все одинаковые поэтому смысл их постоянно смотреть ледяные столбы святилища кеннамут так креонис создает из воды блоки льда лед очень прочный и не тает по нему можно ходить или использовать его как заслон чтобы разбить лед еще раз используйте на нем креонис ясно ясно так ну давай а чё то есть эти блоки можно создавать только на воде а по ним я карабкаться могу да смотри-ка то есть вот по этим стенам линк не умеет карабкаться а по очень скользкому льду хоть бы что молодец а я за раз сколько могу таких создавать бесконечно что я эти блоки еще друг на друга могу ставить я явно одного блока здесь не хватит чтобы перепрыгнуть через этот так да блин чё я делаю тут люблю раз а подожди так просто и получится вот два Потом сюда ставь Только разбить можно А как тогда? Я явно не перепрыгнул А как? Твою мать Не понимаю А ну-ка подожди Блин Опа, здрасте, 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 здрасте Да что я делаю? Блин, я уже все начинаю тупить Что-то Ах, сам получал Получается С одного удара Ни хренась себе, какой у меня мощный меч Походное копье Удобное и простое в использовании копье То именно такие берут с собой путешественники Чтобы отбиваться от волков и других хищников У меня нет места в сумке А что можно выбросить? Я ничего не хочу выбрасывать Да и нафиг мне до копье вообще А, понятно Ну вот и все Последняя сфера Блин, как мне нравится этот эффект Это мы пропускаем Это мы забираем Это мы пропускаем Че такая долгая загрузка? О Давай, дед Гони планер Что ж Ты посетил все святилища На плато И получил Сферы Духа Вот и настал этот момент Линк Тебе пора узнать правду Я все расскажу Но не здесь Открой свою карту И соедини Противоположное святилище Линиями Приходи туда Где эти линии пересекаются Планер Давай Ты все понял Туда Где линии Пересекаются О То есть Дед у нас умеет Телепортироваться То есть Получается У него нет Никаких братьев Близнецов Как я предполагал Он просто умеет Телепортироваться И он телепортируется Туда куда приходит Линк То есть Он заранее знает Куда пойдет Линк А может быть Он еще и может быть Невидимым И постоянно Он ходит за линком Не знаю Короче Так ему тогда Этот планер Вообще нахер Не нужен Мог бы сразу отдать Но нет Оставил меня Эти доставать Да что он сказал Пересекаются Линии Где что между Так Сюда Сюда Получается Храм Времени Что ли Ну очевидно Храм Времени Так Что делать Ну пойдем К Храму Времени Или что Давайте Телепортнемся Так будет Быстрее Или пойдем Пешком Так будет Интереснее Нет Телепортнемся Так будет Быстрее Надо было Все таки Наверное Идти Пешком Так было бы Интереснее Так Ну-ка вот Давай-ка сюда Заберемся Может тут А что костер Не горит Он же всегда здесь горел Вот тут Возможно Тоже Камень Под камнем Семечка Нет Ничего подобного Опа Опа Вот смотри Камень Ай Как-то Некрасиво Ты Линк нырнул Вот Семечка Давай А Не-не-не-не-не В этот камень Был воткнут меч И вот что я смотрю Я заметил Что ты перестал нырять Так красиво Я не понял Тут нам нужно Вот так вот Вот так вот Вот так вот Отходим А Водя-то не умеет Ладно Опал Хорошо О Смотри Статуя Светиться Стала А че Перестала А тот Кто Проходит Испытание И получает Сверы Духа Я дам тебе Своё благословение Я вижу Что ты принёс Сверы Духа За четыре Сверы Духа Я дам тебе То что пожелаешь Капсулу сердца Капсулу энергии Мне ничего не нужно Не ну подожди Мы же обещали Эти Ну сокровища Как дед их называл Эти сферы На деду За планер Это короче Какая-то подстава Это какая-то замануха Это меня дед проверяет Так что Мне ничего не нужно Ступай И восстанови мир В Хайруле Чарец скажет Молодец Ты не поддался Искушению Забирайся сюда Да поскорее Ну в отличие от деда Я своё слово Держу Он-то условия Поменял Он же обещал мне За одно сокровище Планер В итоге Потом он поменял Условие Так Забраться Где-то должна быть Лестница Ау Горько Услови Как Горько Услови Так, значит, я правильно пришёл. Хо-хо-хо-хо. Неплохо, неплохо. Заговорил. Думаю, пришло время рассказать тебе, кто я на самом деле. Давно пора. Ромбос Форамос Хайрул моё имя. Я последний король Хайрула, королевство, которое погибло. Ого, король Роам. Последний король Хайрула. Я уже тебе рассказывал. Сто лет назад нас постигло великое бедствие. И тогда, именно тогда я и погиб. Теперь я лишь бесплотный дух, витающий над землёй. Я хотел, чтобы ты немного пришёл в себя. Вот поэтому я и решил принять облик старика. Прости меня. Да ладно. Сейчас ты узнаешь всё о том, что произошло тогда, сто лет тому назад. Истинное обличие Ганнона, короля демонов, это воплощение чистой злобы. Это древнее зло пришло в наш мир в незапамятные времена. Шли столетия, и постепенно он превратился в персонажа сказок и легенд. Но однажды придворная прорицательница изрекла пророчество. Ганнон вернётся, так говорит мне земля. Она же хранит то, что поможет его одолеть. Поверив пророчеству, мы сразу же приступили к раскопкам. Нам удалось обнаружить многочисленные машины, созданные нашими далёкими предками. Чудище. Четыре огромных управляемых механизма в виде животных. И стражей, механические бойцы, которые могли сражаться сами по себе. Всё это подтверждало правдивость древней легенды о принцессе, исполненной силой для победы над тьмой. И герои, избранным великим мечом, сокрушителем зла. С помощью машин они одолели короля демонов давным-давно. Сто лет тому назад в Харуле тоже была принцесса и умелый рыцарь. И поэтому мы решили пойти по стопам наших предков. Мы выбрали лучших жителей Хайрула с особыми умениями, и каждый должен был управлять своим чудищем. Чтобы укрепить боевой дух отряда, мы нарекли их воинами. Мы верили, что при поддержке пяти воинов принцесса справится с Ганном. Но он оказался намного коварнее, чем мы могли себе представить. Он поднялся из глубин прямо из-под замка Хайрул и обратил в страшный чудищ против нас. Погибли и те, кто был в замке, и воинам чудища. Герой, защищая принцессу до самого конца, был смертельно ранен. Да, вот так Ганнону удалось уничтожить наше прекрасное королевство. Однако, принцесса выжила. Она в одиночку бросила вызов Ганнону. Линк, все в твоих руках. Ты наша последняя надежда. Последняя. Принцесса зовут Зельда. Она моя дочь. А ты, Линк, рыцарь, который защищал ее до самого конца. Смертельно раненого тебя принесли в святилище на этом плато. Ты спал. И вот сто лет спустя ты, наконец, проснулся и снова готов принять бой. Голос, который ты слышал после пробуждения, принадлежит принцессе, моя дочь. Все это время она сдерживает Ганнона в замке Хайрул, бьется из последних сил. И силы, силы ее уже на исходе. Она не сможет долго сдерживать этого монстра. Если он вырвется на свободу, этому миру придет конец. Линк, я не смог защитить свое королевство и не могу приказывать. Поэтому я прошу тебя, спаси Зельду и мой народ, одолея этого злодея Ганнона. И еще, Ганнон по-прежнему контролирует чудищ, а окрестности замка Хайрул охраняют многочисленные стражи. Идти в замок прямо сейчас было бы неразумным решением. Для начала советую посетить одну деревню к востоку отсюда. Она называется Кокорико. Там живет одна мудрая женщина Импа. Спроси у нее, что делать дальше. На твоем камне Шика отмечено место, где находится эта деревня. Иди к горам-близнецам. Как пройдешь между ними, держись дороги на север. Да, разберемся. Как я обещал, вручаю тебе планер. Планер. Приспособление для безопасного спуска с большой высоты в воздухе. Нажмите X, вы получили его на великом плато от короля Хайрула. Задание выполнено. Заброшенное плато. На нем ты сможешь безопасно спуститься с этого плато. Я рассказал тебе все, что мог. Линк, ты должен спасти Хайрул. Хорошо. Уничтожим Ганона и все. Встреча с импой. Следующее у нас задание. Так. Свер и духа-то у меня остались, нет? А где посмотреть? А, подожди. Да. Значит, мы можем их обменять? Что там, в воздухе X нажать? Ого. Хорошо. У нас есть планер. Отлично. А, что возьмем? Капсулу сердца, капсулу энергии. Ну, мне энергия как-то нужнее. Да, подожди. Почему я это-то нажал? Ё-моё. Я не это хотел нажимать. Да. Значит, надо здесь прокачка будет вот такой, да? Надо эти всякие святилища посещать, сферы духа оттуда получать. А потом их на капсулы всякие менять. Чего? Ступай вас на... Понятно. А че так мало-то? Это вообще на полсекундочки только увеличивает. Ё-моё. Наверное, лучше было бы взять сердце. Но, с другой стороны, мы таких, наверное, капсулы несколько соберем. Вот этих вот. И тогда у нас выносливости будет много. В общем, я буду собирать, то есть, покупать капсулы энергии. ну че, сиганем с великого платота. Это нам надо, знаешь, что сделать? Вот так вот сделать, потом вот 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 так вот. во, я даже знаю, откуда... и я сигану. Чтоб прям символично было. Прям так идеально все сошлось. Вот. Крылья, видишь? Ну-с, давай, Линька. Оп! Нет, я хочу здесь приземлиться. Потому что здесь какие-то развалины, а в этих развалинах может быть что-то есть. ой, ой. Смотри-ка, нифига себе. Сразу на драчку нарвался. А вы че стоите смотрите? Я же пришел вам помогать. Вы тоже мне помогайте. Так, все понял. Бокаблины нехорошие ребята. Они нападают на людей. Ох, уф. Это все, что вы можете сказать? Ох, уф? Или вас так зовут? Ох и уф. Я разве просила мне помогать? Ну ладно, небольшую благодарность ты заслужил. Ты охренела, что ли? Защитный омлет с грибами. Спасибо. Ну все, в следующий раз посмотрим, кто кого. Какая баба? А ты куда побежала? От тебя благодарность. Ну-ка, стой. Слава Хейли, босс в порядке. Как я и сказал, искать здесь сокровища просто глупо. А, понял. Типа, это она босс, а он ее слуга, она... Поэтому такая дерзкая. Видимо, какая-то монарх... ш... ш... ка. Ой, ладно, друзья. В общем, я так полагаю, что приключения Линка вот только-только начинаются и... в эти приключения мы погрузимся уже... Ну, то есть начнем погружаться уже в следующей серии. Ну, а сейчас надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, и ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова